Друзья, всем огромный привет! Как многие из вас знают, я решил заняться новым направлением для себя, открыть новое направление, и это, друзья, самогонное варенье. И по этому поводу я приобрел себе вот такой вот замечательный самогонный аппарат фирмы Люксталь 8М. Ссылочки на данный аппарат я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите, заказывайте. Ну а сегодня, друзья, мы поговорим о том, как поставить сахарную брагу. Сильно тапками меня не закидывайте, делаю первый раз, лучше подсказывайте в комментариях. Кое-что заказал на маркетплейсах. Это, например, вот, можете наблюдать, да, вороночку. Это уже, я думаю, когда готовый продукт, буду переливать по бутылкам, там еще вот такая небольшая сеточка. В общем, подготовился достаточно основательно. Заказал для переливки ну, наверное, больше это браги. Ну, тоже можно по бутылкам. Готовый продукт уже. Вот такую вот помпу. вот такую помпу. Тоже с фильтром. Чтобы не подсасывать шлангчик, да, а уже помпой подкачал и все сделал. Достаточно длинный шланг. Я думаю, пригодится. Я думаю, пригодится. Я так прикинул. Полистал в интернет, кто, как, что делает. Вот. И решил тоже так же повторить. Ну, у кого-то что-то взять. Вот. И назаказывал себе разных вот таких примочек. Так. Ну, конечно же, раз сахарная брага, да, то это, конечно же, 5 килограмм сахара. У меня гидромодуль будет 1 к 4. То есть, 1 килограмм сахара на 4 литра воды. И так же, конечно, друзья, я заказал вот такие вот спиртовые дрожжи. Буду делать именно как написано на упаковке. Вот такая вот упаковка. Вроде как бы почитал отзывы, вроде хвалят. Здесь 5 упаковок, так что мне надолго, надеюсь, хватит. Так. Так же, друзья, я заказал вот такой вот термометр. Это уже на будущее, когда буду перегонять, например. У Люкстали есть свои термометры. То есть, когда будем готовить, там в наборе идут в комплекте уже термометры. Но это я, друзья, хотел смотреть на воду, которая будет идти у нас с холодильника, с дефлегматора, будет идти в канализацию, чтобы на выходе она была не более 50. Вот я этим буду термометром пользоваться. также заказал вот такую колбу, когда у нас, ну, допустим, небольшое количество, да, мы наливаем сюда. Здесь наш спиртомер или сахаромер может поместиться полностью, чтобы было удобно. Тоже без нее никак, смотрю, у всех есть. То есть, сравнялся, друзья, на других самогонщиков, на других винокуров, вот так надо сказать. прикупил еще вот такой вот переходник под трубочки, под трубочку получается, это пойдет на холодильник у нас, на дефлегматор охлаждения. Вот, тоже очень удобно. Уже померил, в кран как вкручивается, все отлично, друзья, подходит. Так, ну и самое, что я не мог пройти стороной, думаю, у каждого винокура, кто решил заняться, должно быть вот данное приспособление. Это, друзья, АСП-3, все три у нас спиртометра, то есть, один у нас, вот, чтобы видно было, да, от 40 до 70, ну, оборотов, процентов, спиртозности, другой от 0 до 40, и третий от 70 до 70, то есть, они все разные. У них очень крупная шкала. У меня есть обычный, ну, такой, скажем, бытовой, да, но на нем очень мелко все, и там точность не увидишь. А здесь, друзья, получается у нас вот такая вот крупная шкала, то есть, мы все сможем рассмотреть и в точности определить, какой у нас градус в нашем продукте. Так, это что касается спиртометров, то есть, АСП-3 прикупил обязательно, не стал дешевить, как бы, были всякие китайские, да, но нет, по ГОСТу тут все, то есть, взял. Это, друзья, еще один тоже, но это не спиртом, не спиртометр, это у нас, как правильно называется, ариометр, сахаромер, это, друзья, сахаромер. Будем смотреть, когда нашу брагу поставим, насколько она у нас сахаристая, сколько сахару осталось, сколько дрожжей съели. Будем за этим за всем наблюдать, буду учиться, буду ставить, буду делать не только на самогонном аппарате, да, но также и разные вина, настойки и так далее. Так, ну и, конечно, перед вами вот такое вот большое вот такое ведро на 37 литров. Покупал я это где-то за тысячу рублей вместе там с кое-какими примочками, вот там, видите, вот. То есть, это ведро на 37 литров, в комплекте идет вот такой вот самоклеящийся термометр, то есть, он будет у нас вот здесь, сейчас мы его приклеим, чтобы следить за температурой брожения, брожения наших дрожжей, потому что дрожжи погибают при температуре выше, ну, хочется сказать, даже 35, но, наверное, все-таки 40, то есть, 35, это им уже очень плохо, а 40, они уже погибают. И ниже 18, они входят в спячку, даже ниже 20, поэтому оптимальная температура где-то ну, 23, 28, наверное, где-то вот так вот, 25, 30, вот, в пределах вот этих, то есть, должна наша брага, на нашей дрожжи должны работать при этой температуре, им будет комфортно. Это вот такой вот термометр у нас, сейчас мы его тоже приклеим. Также, шкала, шкала, литража, вот такая вот шкала, тоже ее наклею, буду смотреть, какое количество у нас жидкости. так, в наборе еще положили вот такой вот виномер, сахаромер, но у него очень маленькая шкала, то есть, там прям мелко вообще, вот, прям мелко. Когда он уже будет плавать там в нашем сусле, да, мы будем смотреть за его сахаристностью, точнее, даже мы уже будем смотреть не в сусле, а в самой браге. То есть, у нас получается сусло, это вода с сахаром, а брага, это вот, когда мы уже дрожжи добавили, это уже брага. И когда дрожжи все съедят, сахар, то у нас, в принципе, наша брага отбродила. Все, мы можем перегонять. Так, также у нас гидрозатвор, вот такой вот, очень удобная, классная штука. Крепится у нас вот сюда. Вот сюда, сверху. Здесь уже сразу есть отверстие. Давайте мы сразу ставим. Многие говорят, сахарную брагу можно ставить и без гидрозатвора, но начинающим винокурам все советуют, чтобы наглядно видеть бульканье вот это вот, выход газов. пока наши дрожжи работают. И также, друзья, у нас сливной кран. Вот такой вот сливной кран. Тоже вот можете наблюдать здесь отверстие. Сейчас мы тоже его сделаем. Приделаем. Внутри вот такая сеточка. То есть у нас вот так она будет. Внутри сеточка. Я считаю, очень даже классно. Все хорошо. Сразу не заметил. На дне лежали два вот таких кольца, две прокладки. То я думаю, как у нас же она будет бежать. Наша брага вся убежит. Так. И одно у нас одевается внутри. Вот так это все выглядит у нас. то есть носик не касается стола. И вот это расстояние у нас как раз будет достаточно, когда наша брага уже вся осядет, ну опадет в осадок. Чтобы потом сливать нам отсюда готовый наш продукт, нашу брагу. Чтобы сливать и чтобы у нас вот эти вот мертвые дрожжи, вот эти ошметки, чтобы они к нам туда не летели. В принципе все очень удобно. Также я же купил вот эту помпу, если мало ли там еще сверху есть брага остается, можно помпой докачать например. В общем подготовился так сказать основательно. На этом друзья все. Что касается покупок моих, сейчас переходим непосредственно к приготовлению самой браги. Давайте почитаем на дрожжах. сколько и чего нам нужно, потребуется. Способ приготовления. Возьмите кристально чистую воду. Воду друзья, я покупаю в киоске, где продают воду. Купил 19 литров, нам надо 20 литров, я добавлю, у меня еще есть чистая тоже вода. Возьмите кристально чистую воду, прогрейте до 30-35 градусов, но не выше. Но вот 35 мы не будем делать, мы, наверное, все-таки для дрожжей сделаем где-нибудь 30, не больше, 25-30 где-то вот в этом диапазоне. Смешайте теплую воду с сахаром, используйте 5-6 килограмм, вот у нас будет гидромодуль 1 к 4, значит у нас получается будет 1 килограмм на 4 литра воды. То есть получается 20 литров воды на 5 килограмм, здесь ровно 5 килограмм сахара. После смешивания не должно остаться осадка, не должно остаться, потому что говорят, что дрожжи они такие ленивые, что они только этот сахар могут потреблять в жидком виде, в размоченном буквально вообще, ну в вода просто, вот, в сиропе, скажем так. То есть, так друзья, сейчас моя цель какова? Я из 20 литров беру где-то примерно литров 5, нагреваю ну до температуры там, я не знаю, ну пусть 50 примерно, пользуясь нашим термометром, нагреваю до температуры 50 и потом 15 литров остатка, она холодная, я ее замерял на градусов 17, я ее волью туда, обратно, то есть, а в той воде я размешаю сахар, наши 5 килограмм, таким образом наш сахар быстрее растает, быстрее растворится, да, ну это принцип, как вот, чай делаем в кружке то же самое, в принципе, теплую воду, потом ее с холодной смешаем, и у нас как раз выровняется, где-то градусов 30 будет температура воды, и уже потом будем засыпать наши дрожжи, так, ну, приступаем, повторюсь, что фляга у меня 19-ти литровая, то есть, мне надо литр еще долить, вот у меня в кастрюле ровно литр, здесь идет шкала, и вот сверху, можете наблюдать, вот здесь 5 литров, вот до суда нам нужно налить, то есть, я сейчас беру нашу флягу и добиваю туда еще 4 литра, обязательно вода должна быть чистая, ни в коем случае не из-под крана, 5 литров я набрал, нашу холодную воду пока вставляем в сторону и зажигаем огонь, возьмем наш вот этот вот электронный термометр, сразу закинем туда, огонь можно маленечко послабже сделать, чтобы у нас тут провод не нагревался, вот так вот, и все, закрываем крышечкой и смотрим, следим за температурой, видите, она у нас 19, 18 даже вот, то есть, вода реально холодная, сейчас он еще пока что, вот показания меняются, не так это все быстро, ждем, нагреваем нашу воду, нашу 5 литров до, ну, где-то 50 градусов и потом размешиваем наш сахар, пока у нас вода нагревается, я, наверное, займусь нашей емкостью, емкостью для брожения, приклею вот такой вот, он на двустороннем скотча, вот такой вот наш градусник, наверное, где-нибудь вот посерединке, вот таким образом, он, конечно, не совсем точный, то есть, он меряет, получается, сверху, да, но этого вполне, друзья, достаточно, я смотрю, многие пользуются, значит, все это работает, и также нам нужно приклеить вот такую нашу шкалу, вот так вот она у нас будет, сейчас ее тоже сделаю, наверное, с этой стороны сделаю, тоже на двустороннем скотче, сейчас края подрежу, все красиво сделаю и прилеплю, вот так вот у меня получилось, домашняя винокурня, в принципе, очень даже, очень даже хорошо, очень даже неплохо, а тем временем, температура на нашем термометре показывает 39 градусов, достаточно быстро растет, то есть, мы примерно будем поднимать ее где-то, ну, до 50, я думаю, так, думаю, будет достаточно, будет такая достаточно теплая, ближе к горячему вода и наш сахар легко там растворится, еще, друзья, одна немаловажная деталь, наш бачок обязательно нужно помыть, можно просто сфере, у кого есть спирт, или, например, там, хвосты, головы, да, можно ими, конечно же, это все обработать, вот, я помыл просто с моющим средством, таким, наша вода уже 50 градусов, а это значит, что можно растворять наш сахар, вырубаем газ и заливаем это все в бачок. Теперь засыпаем наш сахар и все очень, очень тщательно перемешиваем. все 5 килограмм, постепенно, чтобы он успевал растворяться. хорошо, хорошо, хорошенечко, 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 смотрим, чтобы у нас все было размешано. если сахар до конца не размешать, он у нас останется своими кристалликами лежать на дне. Это будет потеря нашей спиртозности, потеря нашего спирта, наших градусов, наших процентов. ложку, соответственно, тоже нужно перед началом использования хорошенечко помыть. Можно обработать спиртом. сахар я уже на дне не вижу, он весь у нас растаял. Значит, настало время заливать нашу оставшуюся воду. и перемешиваем. Можем наблюдать по нашей шкале, что у нас 20 литров, а градусов вот зелененьким 27. В принципе, я хотел 30, но то есть мы в своем диапазоне попали, то есть 25-30 где-то для дрожжей прямо будет самое оно. Сейчас приступаем аккуратненько к засыпке наших дрожжей по всей площади их рассыпаем и аккуратненько перемешиваем. Если у вас вода, то есть вы нагрели до 50 градусов 5 литров, и она у вас не стала нужной температуры, то можете отсюда же взять, еще без дрожжей, конечно же, и подогреть еще, добавить, и потом перемешать, и у вас будет нужная температура. Так, вот наши дрожжи. Напомню, что дрожжи спиртовые. Можно взять отсюда маленечко, где-нибудь литр примерно, и разбудить их отдельно, а потом уже внести сюда. Ну, я буду, в принципе, делать сразу. По всей площади так вот рассыпаю. Даже можно, в принципе, не перемешивать, они сами намокнут, уйдут и уйдут на дно, потом проснутся и будут все это жадно пожирать весь наш сахар. Тем самым выделяю углекислый газ и спирт. Аккуратненько. Все. Накрываем нашей крышкой очень плотно, чтобы у нас туда не попадал воздух, только через гидрозатвор. Крышка очень закрывается туго, плотно. Все, друзья. И в гидрозатвор наливаем немножко водички. Примерно до середины. вот так вот, можно даже меньше. Принцип такой, из нашего бачка выходит углекислый газ, проходит сквозь воду, то есть он ее продавливает и выходит тем самым здесь буль-буль-буль-буль-буль-буль вот так. Все, и он выходит. Обратно уже зайти ничто не сможет, то есть чтобы навредить нашим дрожжам. Вот для этого нужен вот такой гидрозатвор. Раньше это была обычная резиновая перчатка, сейчас более усовершенствовали, да, скажем, вот такую вот замечательную придумали вещь. Мелочь, конечно, но очень даже приятно и наглядно все это видно. Пока дрожжи у меня еще спят, не проснулись, но скоро здесь пойдет бултыхание, а там внутри будет идти активно жизнь, кипеть жизнь, поедать, дрожжи будут поедать мой сахар, выделяя тем спирт и углекислый газ. Свою брагу я установил вот так вот на стульчик, она у меня будет стоять в этом месте где-то примерно неделя, я буду следить за гидрозатвором, когда там булька не закончится, значит, перестал выделяться газ, и наши дрожжи закончили свою работу. Вот, а сейчас, друзья, ждем, ждем неделю. Прошел буквально час, после того, как мы поставили нашу брагу, температура немного изменилась, поднялась до 29, и гидрозатвор начал активно выпускать углекислый газ. это еще, конечно, не на всю силу, потому что прошло еще буквально, я говорю, час, может быть, полтора, и вот первые признаки жизни в нашем бачке. Прошли сутки, гидрозатвор у нас работает, вот, можете наблюдать, то есть наши дрожжи разгоняются и начинают жадно поедать наш сахар, и тем самым выделяя углекислый газ, и, конечно же, это спирт. В нашем бачке температура немного опустилась до 27 градусов, но эта температура комфортная для дрожжей, поэтому я думаю, все сделал правильно. Так что наблюдаем дальше за процессом брожения. Идут вторые сутки, дрожжи наши работают, решил укрыть вот таким вот одеялом, чтобы было теплее. Сильного такого активного бурления, конечно, нету, выделения газа, но возможно это из-за дрожжей. Но в принципе довольно неплохо, дрожжи работают, все хорошо. Температура у нас в бачке температура 27, вот видите зелененьким 27, 27 градусов, в принципе все неплохо. наблюдаем дальше. Наступил третий день, я только пришел с работы, еще даже не разделся, быстрее посмотреть, что тут происходит у меня с моей брожкой. Ну, примерно я вот наблюдаю, да, три дня, и мне кажется, вот, газовыделение, вот это вот, бульканье, примерно одно и то же. Не такое активное, возможно, это из-за дрожжей, конечно. Температуру вроде стараюсь выдерживать, замотал еще посильнее. Давайте посмотрим, сколько у них температура. Так, вот, наверное, немножко стало побольше, 28. Ну, нормально, в принципе, все одинаково. Вот изо дня день все одинаково. Третий день и, в принципе, булькает примерно так же. Уже, наверное, включаться больше не буду, именно вот потому, как бродят дрожжи, да, а уже посмотрим на результат, когда они уже отбродят. Посмотрим, сколько это будет. Ну, где-то, я думаю, все-таки, как производитель заявляет, дней 6, не меньше. Дрожжи называется хмельной эксперт. Не знаю, посмотрел, кто-то говорит, что производитель заявляет, что 6 дней как бы это все сбраживает, а кто-то писал в комментариях, что 10. Так что, друзья, буду ждать и уже покажу, когда уже наша брага будет готова. Ну, что ж, друзья, я думаю, день Икс настал. Бражка наша наконец-то отбродила. Прошло, конечно, времени намного больше, чем я ожидал. Прошло 13 дней. Дрожжами напомню, что пользовался вот такими хмельной эксперт спиртовые дрожжи. Давайте сейчас, я уже специально подготовил ориометр сахаромер. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, насколько там дрожжи съели наш сахар. Сколько у нас осталось сахара в браге. Все закрывал одеялом, как можете наблюдать. Так, посмотрим, как у нас наша брага выглядит за все это время. За две недели, почти что две недели стояло. О! Попробовать надо обязательно попробовать. Ну, сахара я не чувствую. Кислое. Знаете, на что похоже? Чем-то на квас не похоже, чем-то похоже на шампанское, так, отдаленно. Так, давайте возьмем наш сахаромер. Вот такой вот АС-3. Вот такой вот наш сахаромер. И проверим нашу плотность. Сколько у нас там сахара. Можете наблюдать, ноль у нас ушел. Ну, вот буквально, нет, он еще даже торчит. Ну, короче, друзья, ноль, сахар, дрожжи, съели сахар весь. Это очень даже хорошо. Конечно, брожение заняло большего времени, да? Производитель указывает, что вроде как до шести шесть суток брожение происходит не более пяти дней. Вот так вот. В общем, производитель говорит, что за неделю у меня чуть ли не за две прошло брожение. Ну, ладно. Вот, ничего страшного. Сейчас, друзья, эту всю брагу, здесь есть вот специальный кран. Кстати, температура постоянно на протяжении всего брожения где-то была 28-26 градусов. Вот так вот. Стоит возле батареи, но отопление отключили, я ее укрыл потом. старался поддерживать 28 градусов. Ну, я думаю, это вполне рабочая температура дрожжей, им было комфортно, и они у меня отбродили в ноль. В принципе, результатом я доволен. Подготовил уже наш перегонный куб фирмы Люксталь. Сейчас буду сюда сливать брагу нашу. Вот с нашего бачка. Вот посмотрю, или через носик, ну, наверное, через носик начну, да, а потом уже, если там остатки останутся, то я докупил еще помпу, то я буду уже помпой. Куб я предварительно помыл, сфери, все чистенько. Переливаем нашу брагу. Посмотрим, какой у нас останется осадок. Посмотрим, какой у нас останется осадок. Вот про такую я помпу имел в виду. Мне кажется, очень удобно. Она еще вот с таким фильтром заказывал все это на Озон. Очень много там всего есть для самогонных аппаратов. Заканчивается наша брага. Уже видно вот этот вот сливной наш кран. Ну, и, соответственно, струя, конечно, тоже стала уже слабее. Подходит у нас к 20 литрам. То есть все как я рассчитывал, что 20 литров, так оно и есть. Сейчас мы, наверное, остатки еще будем добивать моей вот этой вот помпой. Только ни в коем случае дна не касаться, потому что там у нас мертвые дрожжи, чтобы это все не сбаламутить. вот такой вот друзья у нас остался дрожжевой осадок. Это я уже, конечно, все сливать не буду. Там, конечно, еще сколько-то есть, но уже все. Вот, видите, да? Это наши дрожжи, которые отработали. все, они выпали в виде осадка на дно. Вот у нас получилось, значит, 20 литров у нас, ну, чуть ушли туда, раз, два, три, четыре, пять делений. Это значит по 2 литра, да? Ну, на 2 литра больше, то есть, где-то у меня тут 22 получается, вот так вот. В принципе, я результатом доволен. Дрожжи отработали. Сахара на ариометре показывает у нас по плотности ноль. То есть, в принципе, результат хороший. Тем более, для меня, как для новичка, это, в принципе, очень даже отлично. Вот так вот выглядит моя брага, которую я очень-очень скоро буду перегонять. Чтобы, друзья, увидеть следующее видео в нашем канале о перегонке, о первой перегонке, да, в режиме подстил, о второй перегонке, в режиме ректификата, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, перегонять я буду это все на вот таком вот замечательном самогонном аппарате фирмы Люксталь 8. Ссылочки все оставлю в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. А сейчас хочется всем сказать огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых видео. Всем пока. Пока.